Машинист электропоезда метро Вячеслав Королев получает из рук руководителя Департамента транспорта Самары Сергея Маркина благодарственное письмо от городской думы. Королев один из лучших сотрудников Самарского метрополитена. Трудится на предприятии уже 18 лет. Я же ехал в метро, увидел милейдер. Пришел попробовать, но до сих пор здесь. 29 октября в России отпраздновали День работников автомобильного и городского пассажирского транспорта. В честь этой даты лучших сотрудников Самарского метрополитена наградили грамотами и благодарственными письмами от главы города Елены Лапушкиной, Городской думы, Губернской думы, Регионального министерства транспорта и автомобильных дорог и профильного департамента. В этом году на Самарском метрополитене наблюдается рост пассажиропотока более чем на 10%. Было капитально отремонтировано 6 вагонов метро. Через 2 недели их планируют обкатать и к концу ноября выпустить на линию. Кроме того, продолжается строительство станции театральная. Активно ведется строительство станции театральная, которая все-таки, на мой взгляд, кардинально может изменить распределение пассажиропотоков от района Беземянки. Те жители города, которые в основном пользуют 34-41 маршрутом, они все, наверное, пересядут на метрополитен. С профессиональным праздником поздравили и сотрудников трамвайно-троллейбусного управления. Вы молодцы, вам много что удалось сделать. Самое главное, что мы это предприятие держим и держали, он находится в хорошей, стабильной ситуации. Будем надеяться, что мы пойдем и будем развиваться дальше. Всем вам всего хорошего, вам здоровья, вашим близким, всего самого хорошего и хорошего. Сегодня в организации работают свыше 2,5 тысяч человек. В состав предприятия входят 3 трамвайных и 3 троллейбусных депо, 8 вспомогательных служб. Говоря о перспективах развития наземного электрического транспорта, участники торжественных мероприятий отметили, что в следующем году планируется заключить концессионное соглашение, что позволит не только отремонтировать часть трамвайных путей, но и приобрести 45 современных трамваев, что, несомненно, значительно улучшит качество перевозок. Напомним также, что в этом году в Республике Беларусь закупили 12 трамваев с системой кондиционирования. Часть нового транспорта уже прибыла в город и работает на линии. А в 2021 году, благодаря средствам нацпроекта «Безопасные качественные дороги», на городские дороги вышли 22 современных троллейбуса «Адмирал». Они, как и новые трамваи, адаптированы под нужды маломобильных граждан, а также оснащены системой климат-контроля и оповещения водителей. Обновления парка будут продолжать. Все эти меры являются составляющей большой транспортной реформы в столице региона и направлены на улучшение качества общественного транспорта и его доступности в любой части города. К поздравлениям в адрес сотрудников присоединился и профсоюз работников «Жизнеобеспечение». Специалисты подчеркнули, что жизнь города невозможно представить без транспортной составляющей, а залог успешности любого предприятия – это, прежде всего, люди, преданные профессии. Награждаются те сотрудники, которые демонстрируют высокий профессионализм. Организация перевозок в подземке, как и трамвайных, троллейбусных и автобусных, остается на непрерывном контроле мэрии Самары и дирекции профильных предприятий, которые не приминули пригласить к сотрудничеству всех желающих связать свою жизнь с транспортной отраслью. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События.